Ну, заведующая лаборатория, это, что называется, должность изменённая, я для себя позиционирую, как полевой интервьюер. То есть я тот человек, который ездит и разговаривает с людьми, а вот этих кабинетных крыс, наверное, как-то подсохнет. В том числе, когда я занимаю полицию. Так вот, у нас было большое исследование, связанное с индустрией опросных технологий, и мы впервые в России поехали и начали разговаривать с интервьюерами. Но разговаривать не просто так, а спрашивать их о жизни, о любви, о профессии. И вообще, как они догадались до такой профессии, которая в нашей действительности маркируется, если не как невидимая профессия, то как профессия для людей, которые либо потерялись в этой жизни, либо ни на что не было. Ну вот так вдруг произошло, что те люди, которые на самом деле занимаются полевыми опросами, исследованиями, они не только невидимы, но и считаются людьми нижайшего сон. Так вот, я приехал в опросные компании, у нас было в Томске, в Умске, огромное исследование. Сразу скажу, что самое короткое интервью у меня заняло 2,5 часа, а самое длительное интервью у меня заняло 8 часов. Тогда я как бы поставил свой эфирикорд глубинного интервью. Я буду показывать какие-то слайды, и если то, что я говорю, ну как бы вот эта моя таратурная речь вызывает отчуждение, можно просто читать, поскольку на слайдах текст, если его видно, он гораздо интереснее, чем то, что я делаю. Итак, просто тезисно. Тезис номер один. Что я увидел, разговаривая с этими людьми? Я увидел удивительную группу людей пенсионного возраста, а надо сказать, что опросы общественного мнения, это та самая среда, в которой живут и работают женщины старших возрастных групп. Ну, мы все знаем, что у нас старость женским лицом, поскольку мужчины либо горят в алкоголе, либо на работе, поэтому долго они не живут. Так вот, что я увидел? Я увидел прекрасных женщин, состоявшихся, элегантных, красивых, успешных, причем с удивительными карьерами, которые пришли работать интервьюнерами. Этот сигнал для меня заключался в следующем. Мы привыкли старость защищать. То есть у нас видимы только те, кто болеет, кто в деменции, кто нуждается в уходе. И мы все время об этом говорим. Куда бы я ни приходил на какую-либо площадку, мне все время говорят, где пенсии, где деньги, что же вы, а где врачи, где лекарства и так далее, и так далее. И мы незаметно для себя упустили уже большую группу людей успешных. У нас действительно есть пенсионеры, которые вышли на пенсию, ну, имея хороший бэкграунд. У них хорошие мужья, есть бизнесмены, есть у нас и госслужба уже к бизнесу приближается по уровню доходов. Они путешествуют, они едят за границу. Я разговариваю в Омске, а моя собеседница говорит, что она, ну, раза четыре точно выезжает в европейские страны. Она работает интервьюером. Почему, спрашиваю я ее. Ответ очень простой. Нельзя все время отдыхать. Конечно, я полежала на диване, походила за мужем, поездила сначала на дачу, ну, как дачу, это замкнутый дом в Сибири. Потом это мне надоело, и я поездила по европейским, но нельзя все время потреблять. Нельзя быть человеком, который вот все время какие-то впечатления получает. Надо отдавать. И отдавать у нас хотят не только убогие, нищие, бездомные и больные. Отдавать у нас хотят и богатые, и успешные. И вот здесь мы попадаем в очень любопытную ситуацию. Мы боимся и не любим успеха. Нам как-то, когда мы слышим, когда человек старшего возраста вдруг говорит нам, я всего добилась, у меня отличные внуки, у меня отличные сыновья, я купила пять квартир там, я не знаю, у меня невестки работают там-то и там-то. И мы говорим, ну, хорошо, ну вот, есть такие у нас богатенькие, мы хмыкаем, может быть, в лучшем случае скажем, богатые тоже плачут иногда. И про себя подумаем, кто же в нашей стране, в нашей жизни, как бы, честным трудом заработал. Знаем, как эти капиталы пришли в ваш карман. Мы считаем деньги, не свои, так чужие, если своих нет. Так вот, удивительное дело, эти люди, которые вообще-то нам должны демонстрировать историю успеха, у которых мы должны учиться этому успеху, вдруг оказываются в тени. И эти люди удивительные. Поэтому, когда начались вот эти разговоры, конечно, я был с предубеждением настроен на ту аудиторию, которую мы хотели опрашивать. Предубеждение, которое ограничится эйджизмом. Я везде говорю, не надо там, не надо дискриминировать, не надо еще что-то делать еще. Но замечаю сам, что невольно в эту самую дискриминацию начинаю играть. Мы все дискриминируем старший возраст, когда говорим о них. Их надо защищать, их надо оберегать, их надо поддерживать. Ой-ой-ой, их не берут на работу. Надо смотреть, можно, не надо, я уже боюсь эти долженствования, можно смотреть и по-другому на эту ситуацию. У них надо учиться. Не им надо, а нам надо учиться у этих людей. Нам надо научиться выделять людей успешно. Они есть, и они есть во всех профессиях. И вот здесь возникает просто колоссальная проблема, с которой, увы, даже успешные люди не справляются. Я был колоссально удивлен тем, когда услышал, какие биографии, какими биографиями представлены наши интервьюеры. Это были главные бухгалтера крупных заводов, которые как-то обанкротились. Это были бизнесмены, которые открывали свои центры, переходили, у них ломался бизнес, они начинали новый бизнес. Это женщины просто фермерки. Это были, конечно, среди интервьюеров женщины, которые всю жизнь были дома. Потому что мужья сначала были бандитами, потом стали ведущими предпринимателями. И эта женщина все время была дома, у нее была прислуга, водитель. И вот она выходит на пенсию, она не выходит на пенсию, пенсия ей положена только по старости, там никакой выслуги лет нет. Но она берет эту самую пенсионную книжку, задумывается и про себя думает, ну и чего? Пожила для себя. Вернее так, пожила для других, потому что для себя-то она не жила. Она жила для ребенка одного или двух, дай бог, потому что там опека такая, но запредельная. И для мужа, которого, конечно, нужно не только встретить ужином, но и улыбкой, что женщинам дается не всегда легко. Так вот, пожила для мужа, для семьи, а для себя-то как? Так вот, для себя можно жить только в профессии, потому что нельзя жить для себя, если ты никому не нужен. И эти женщины, успешные, деловые, знающие себе цену, приходят в вопросную индустрию и становятся там видны успеха. Почему? Да потому что, когда я с ними разговариваю, они мне говорят, ну, вы понимаете, мне не составляет никакого суда разговаривать хоть с генеральным директором какого-то концерта. Я знаю его место. У нас очень много проектов, исследований, когда нам действительно нужно изучать мнение, и не только мнение, но понимать мировоззрение людей, реально принимающих решения. Человек, который всю жизнь стоял у станка или который ходил, я не знаю, на работу от звонка до звонка, он, конечно, по своей природе теряется. Он начинает извиняться. Ой, извините, я заняла ваше время. Как же так? И так далее. Ну и понятно, что в такой ситуации даже менеджер среднего уровня, у которого 40 начальников наверху, всегда скажет, я занят, мне некогда. А если это женщина, которая знает свое место, ей 65 лет, она ухожена, у нее косметика не сыпется с лица, а сидит так, что ты просто смотришь и думаешь, что что же это такое? Почему я вообще-то женился, но помладше выбрал, вот пример той женщины, с которой хочется быть. Так вот, она даже по телефону своим тоном, своей речью, она говорит так, что начальник, у которого сидит в совещании и ждет его, он с ней разговаривает вместо 10 минут, отведенных на анкету, 30-40 минут. И здесь именно с такими интервьюерами мы работаем следующим образом. Если у вас есть возможность поговорить дольше, пожалуйста, говорите, потому что даже слушать вас одно удовольствие для опросной индустрии. Итак, я подложу итог, чтобы нам сразу войти в эту дискуссию. Мой основной тезис, с которого я начал и которым хочу закончить, заключается в следующем. Увы, но за время советской власти и постсоветского безвремения мы разучились не только воспринимать успех, но и видеть этот успех. Мы привыкли говорить о пенсионном возрасте как возрасте страдания и мучения. Друзья, давайте увидим тех, кто нам покажет другую жизнь. Давайте смотреть на пенсионный возраст не с точки зрения каких-то провалов и упущений, а с точки зрения колоссальных возможностей. И эти возможности нам дадут и нам демонстрируют люди состоятельные и богатые. Я очень люблю богатых, успешных женщин. Кто же их не любит? Да, 65-75 лет. Вот это, по-моему, самый счастливый возраст, который может быть в нашей жизни. Большое спасибо. Большое спасибо. Идеальный тайминг. Просто по времени выдержанное выступление ровно 10 минут. Наверное, немножко провокационное такое получилось сначала, потому что все мы живем в большой стране. Мы понимаем, что таких успешных, красивых, состоявшихся женщин все-таки больше в больших, крупных городах. И возможности в других городах у них более богатые, скажем так. Поэтому давайте сейчас мы перейдем к вопросам из зала. У кого микрофон, кто мог бы принести микрофон? Вот я вижу первый ряд. Я могу так сказать? У меня очень маленькая. Продолжение микрофона. Хорошо. Добрый день всем. А тут Людмила, компания Женщина, как Петербург. У меня маленький вопрос. Телефончик знаете, куда он звонит? У меня очень много успешных подруг, которые выходят сейчас на пенсию. И может быть им пригодятся знакомых. Обязательно. Давайте я вам пригодятся. А вопрос будет, простите? А? Вопрос будет. Вот я имею в виду. Давайте настоящий человек. Давайте настоящий вопрос к Дмитрию. Да, пожалуйста. Второй ряд. Петрович Николаевич. Значит, парадигма данной конференции – пострадать больше и меньше, порадоваться больше и меньше и увидеть. В мире сейчас вспомнился другая парадигма на продление жизни и достижение потенциальности. Ваши интервью могли бы выделить те, которые интересны нам пожить подольше и выделять потенциальности. Ну, во-первых, я хочу отреагировать на первую очередь. Конечно, конференция не посвящена не этому, что вы сейчас озвучивали, а ровно опасной ситуации. Это первое. Второе. Я не верю в бессмертие, которое транслируется нам определенными группами товарищей в нашей среде, называемых людьми, транслирующими медикализацию старения. Я как раз за то, что старение нам дано Богом для того, чтобы подготовиться к смерти. И вообще-то размышления о смерти – это и есть активное долговитие, о котором я буду говорить часом позже. Поэтому и не назову вам таких людей, которые в бессмертие играют, и не продолжу за дискуссию. Знаете, я попрошу, наверное, зал задавать только те вопросы, которые относятся к выступлению непосредственно, потому что у нас не так много времени, и есть впереди интересная спикера.